на ремонте стиральная машинка lg модель звучит вот так. f1056 md 1056 md значит проблема какая если открываем и начинаем прокручивать то слышно вот такой звук вот так затирает что-то как будто металлопластик как это выглядит при работе сейчас покажу ну вот так это звучит затирание свист не всегда смотрю какую сторону такое впечатление как будто металлопластик приступаем решение этой проблемы сейчас будем выяснять какая причина затирает где-то внутри барабан где-то цепляется поэтому сначала что нужно сделать попробуем посмотреть внутрь и потом уже принять какое-то решение и так нам нужно заглянуть середину барабана для этого сначала открываем заднюю крышку здесь необходимо 4 винта открутить и снимаем заднюю крышку крышка снимается поднятием вверх поднимаем и убираем для того чтобы заглянуть середину нужно открутить тэн и вытащить как он откручивается просто снимаем все разъемы сначала и затем кроме разъема нужно еще открутить вот эту гайку и болт откручиваем не до конца болт прописываем туда назад он затягивает значит гайка на 10 откручиваем ее не до конца и пропихиваем туда и так по гайке сначала откручиваем первую гайку который крепится заземляющий провод а затем уже не достает затем откручиваем эту гайку не до конца потому что когда будем выпихивать назад чтобы он туда не провалился и тогда отпустится резинка с помощью которой она раздавливается этим болтом и фиксируется и так как дальше продолжать ну вот мы откручили до конца нужно протолкнуть туда изнутри есть такая место куда нужно засунуть и твердочку движениями выталкиваем получается выковыриваем такими движениями пока не выковыриваем всю резинку которая фиксирует потихонечку с одной и с другой стороны вытаскиваем наружу раскачиваем и вытаскиваем тэн в эту сторону оказалось сложнее задача чем обычно получается я полностью открутил гайку вытащил тут вот болт оказался там и теперь сначала выковыриваю резинку потихонечку шаг за шаг отковыриваю резинку и уже после того как резинка почти уже выковырена у меня нужно выковыривать до конца ну и теперь уже когда резинка вышла то вышел и весь но собственно зачем это сделали для того чтобы посмотреть открылось отверстие мы теперь можем посмотреть внутрь в чем вопрос за что цепляется барабан значит при осмотре если посмотреть туда в середину и присветить то видно барабан наверное его вряд ли смогу показать и видно что я отметил 2.0 на обратной стороне такую единицу барабан внутри бака держится на такой крестовине из трех или из четырех лучей и получается что барабан ходит восьмеркой вот в этом положении он максимально отодвинут от бака так выгнут а обратная его сторона вот здесь на нуле прямо она подходит к корпусу и чиркает вот здесь за корпус заднюю часть бака получается то ли согнут вал или согнулась по какой-то причине крестовина или может быть она отгнила и телепается но телепания не видно поэтому по большому счету крестовина под замену или на подшипниках это происходит сейчас сложно об этом сказать но крестовина ну что же так как определились что внутри ничего не лежит а затирает значит речь идет о подшипниках скорее всего и поэтому нужно полностью разбирать вместе с баком для этого сначала откручиваем тут два винта сзади крышку немножко назад она снимает ну и собственно нужно откручивать все абсолютно все для того чтобы вытащить бак кроме что все нужно контейнер клапана плату управления отстегнуть все провода при состав все это нужно вывернуть для того чтобы переднюю панель утяжелитель этот нужно открутить легче будет вытаскивать и будем вытаскивать барабан вверх поэтому набираем все терпение и все потому что все будет мешать лучше конечно это все отстегнуть снять чтобы потом как-то перевернуть сюда что нужно когда этот контейнер откручивание винтов снимется контейнер но для того чтобы контейнер вытащить нужно оценивать хомуты плоскоупцами зажимаем отсоединяем хомуты и снимаем шланги вот эти шланги можно не снимать их можно вместе с клапанами просто нужно снять электрические провода и вместе с клапаном уберем ну и так потихонечку разбираем полностью в том числе и провода отсоединяем в самом низу но там частично уже оттенна отсоединены можно еще отсоединить от электродвигателя для этого нужно открутить вот эту гайку сейчас этим займемся как я и говорил плоскогубцами зажимаем хомут спускаем если клапан открутим то тогда эти шланги снимутся вместе с контейнером ну а здесь снизу есть такая резиночка вот эта резиночка ее с крючка снимаем и контейнер снимается собственно здесь все теперь после того как здесь два винта откручена есть защелки 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 защелкиваем и будем снимать плату управления заела на шлейфы верхняя вот это вот верхняя полоса металлическая когда придавливает на шлейф и поэтому не откручиваются на защелках в принципе этого достаточно мы убрали можно даже не отсоединять в таком состоянии бак должен выйти провода как-то спрячем и бак наверх можно вытянуть но нужно снять вот эту штуку и принципе можно и не снимать утяжелитель но будем снимать наверх поэтому намного будет легче если утяжелитель снять а может и не наверх сейчас посмотрю так пока так и так следующим этапом освобождаем передок до этого вот эту часть я нижнюю тут один винт есть который нужно открутить все теперь мы что еще можем сделать нужно отсоединить рукав вот эту резиновую часть для этого нужно просто поддеть лучше конечно если делать это в районе пружинки тут же можем отсоединить сразу замок если мы будем перед переднюю часть снимать тут такая ситуация возникает эта часть иногда снимается иногда не снимается судя по всему здесь она на винтах обычно она там приварен снимается на держится поэтому вверху есть два винта открутить его пока не могу и внизу четыре винта можно показать три винта открутил без вопросов а вот с одним возникли трудности вот этот винт не откручивается он заржавел сейчас что-то с ним буду пробовать сделать ну и потом продолжу это получилось у меня открутить этот болт не без труда он заржавел винт что только не делал не откручивается с той стороны ударил по по резьбе получается резьба разболталась и так там открутился что теперь делаем дальше смотрите у нас тут уже все свободно снизу сбоку мы все освободили что теперь делаем если крышка съемная то ее просто приподнимаем она выходит из пластиковых пазов и просто вынимается вот здесь такие пластиковые пазы куда она надевается и потом прикручивается все у нас есть полный доступ к барабану мы можем добраться до барабана освободим и посмотрим в чем вопрос этих затираний сложный момент не понимаю до сих пор есть какие-то затирания причина мне неизвестна собственно мы ее сильно и тут главное понять подшипники или не потому что когда мы барабан крышку барабана снимем уже крышку бака снимем барабан уже понятно не будет цеплять за бак будет сложно определить в чем вопрос но сейчас слышно что он постоянно постоянно обшита бьется в любом случае нужно разбирать но у нас есть доступ к тому чтобы бак сюда вынить для того чтобы вынять нужно немного облегчить например мы можем снять грузы нужно снять крепежи проводов и шланг к нему присоединен а также барабан еще держится на амортизаторах вот эти амортизаторы их тоже нужно снять для этого фиксаторы амортизаторов нужно вытащить сзади есть такая фиксатор короче нужно на себя тянуть и вытаскивать штифты с обратной стороны есть отгибающийся фиксатор когда он упрется надо его подогнуть чтобы он дальше но сейчас пока откручиваем утяжелитель будет намного легче с ним работать если он будет не так сильно для этого торцевым ключом на 10 просто откручиваем несложно просто откручиваем винты это пластиковый винт который закручивается в пластик ну вот такой металлический закручивается в пластик снимаем левую и правую и откручиваем утяжелитель снял утяжелители но будут снимать сюда бак и мешает плата управления не бойтесь нужно просто поснимать все ситуация такая что они так расположены что находятся друг против друга и тут такая ситуация что вряд ли вы не сможете перепутать единственное что они с фиксатором и нужно фиксатор вот это нужно прямо в него поддевать иначе фиксатор что-то упираете фиксатор давите и тогда он поднимается иначе сложно а здесь есть фиксатор который нажимается может и желтым черный к черному красный красному поэтому вы не перепутаете желтый желтому тут красный синий ничего перепутать нельзя желтый синий когда мы сняли у нас есть хороший доступ и теперь есть возможность снимать что нужно как я уже говорил провода будут мешать вытаскивать поэтому есть два варианта или не трогать провода просто освободить проводку и тогда на расстоянии вытянутого провода можем бак туда-сюда вытащим а потом посмотрим что мы можем оценить что нужно отсоединить а что нет потому что прикручена на стяжках ну и стяжку как поступаем дальше здесь есть резинка она здесь в двух местах крепится хомут винта и идет к насосу к насосу крепится на одном хомуте поэтому можем просто от насоса снять оставить резинку вместе с боком уменьшаем снимаем там где одно копирение вот так ну и осталось вытащить амортизаторы как я уже говорил просто берем плоскорубцами и вытягиваем нижние верхние какие вытягиваются на себя нижние верхние не захотел поэтому я буду вытаскивать нижний только когда он там зацепится вот этим фиксатором не дает нужно залезть пальцем зажать и он туда выходит теперь одна сторона освободилась сейчас буду освобождать от амортизатора вторую сторону вот так я по кругу открутил все болты можно теперь снять крышку не могу располовинить держит ничего не мешает проблема незаметно что есть проблема с подшипниками сейчас буду разбираться так есть затруднительное положение если вы видите здесь есть четкие зарубления по всей поверхности по всей длине где затирал причем конкретно затирал вот эта часть барабана в принципе получается что судя по всему это какой-то дефект заводской или еще то произошло так он двигается хорошо но в каком-то восьмерка такая что в определенный момент поднимается барабан одна одна сторона зависит ли это от крестовины возможно крестовины я пробовал подгибать буду пробовать ровнять барабан барабан так сложная ситуация буду смотреть как из этой ситуации выйти и так после съема нам осталось открутить для этого вот эту гайку открутить просто придерживать сам двигатель это колесо и она откручивается принципе не сложно после болта после болта откручиваем просто поднимаем вверх при раскачивании нужно пойти и снимается теперь делать дальше теперь нужно выбить выбиваем молотком или через проставку какую-то или вот у меня алюминиевый есть молоток ничего не надо он сам выпал собственно в таком случае все ставим на место смотрим на крестовину она выгнулась и нужно ее как-то выгнуть назад как это сделать вот я отмечал где у меня выгнулась вот эта крестовина у меня выгнулась я тут ее пытался открутить еще когда она находилась внутри но это сделать сложно решил все-таки вытащить и теперь что нужно сделать добраться до крестовины для этого открутить вот эти болты болты на 10 откручиваются откручиваются просто сейчас буду более крепким ключом стараться выкрутить итак я подобрал такой ключ который бы плотно входил несколько штук пришлось подбирать гайка немножко болт немножко обслаблен обратите на это особенное внимание если начнете облизывать он выходит туго если начнете облизывать уже потом не получится открутить поэтому подберите который будет плотно входить но как можно плотнее это вроде идет но выкручивается плотно по всей по всей длине не только сорвать нужно полностью после выкручивания теперь просто вынимаем кресталин и отмечаем я тут отметил какую из них необходимо согнуть вот это туда отмечу еще раз что это вот именно это тут у меня отметка есть я уже отмечал ну и она должна выйти сама поддить и она должна выскочить тут такой вход получается бак завальцована барабан и он туда входит то есть надо немножко как бы оттянуть сейчас отверточкой возьму и короче нужно вытянуть думаю что это получится более крепкая ответка ну и потом будем переходить чтобы формировать как то нужно согнуть то ли при ударе то не знаю по какой причине она выгнулась сюда не выгнулась туда назад так как я поступил я вот сюда в зазор забил одну отвертку ее немножко оттянул а здесь ковырнул и она не сразу но и теперь видим что здесь нужно много чего сделать для начала нужно все под мусор отковырять посмотреть в каком состоянии сама крестовина и потом уже будем какое-то решение ну вот решение вопроса я начал чистить она сломалась вся проблема теперь нужно найти крестовину именно эта сломалась значит она была выгнута по той причине что из-за воды из-за химии крестовина вышла из-за крестовина под замену уже не приехал но новая крестовина и сальник значит крестовина хорошего качества цена цена где-то 27 долларов есть на пару долларов похожая крестовина немножко другого качества но они плохие отзывы говорят что она выхаживает полгода и потом возникают проблемы с латунной кольцом трескается но эту крестовину устанавливаем здесь я вымыл место где он был тут все было заполнено что необходимо устанавливаем в пазы здесь такие выемки это углубление нужно в них аккуратно закрутить болты в обратной последовательности все собираем ну кроме того что нужно еще поменять и сальник обязательно при каждой разборке причем заполняем сюда специальной смазкой для стиральных машин теоретически можно набить чем попало но нужно именно для стиральных машин для того чтобы масло для стиральных машин выдерживает щелочь при повышении температуры не становится жидким и не выползает специальные характеристики поэтому маслом смазкой для стиральных машин ну а сейчас приступаем к закручиванию как я и говорил здесь такие немножко прослабленные шляпки поэтому я нашел такой шестигранник который можно более плотнее заходит для того чтобы плотно закрутить вставину и вытащить было непросто потому что здесь пазы надо попасть оттягиваем край и туда засовываем пазы чтобы она попала вовсе пазы не простая задача такая она должна совпасть со всеми потихонечку она залезет потом закручиваем после того как посадили на место закручиваем последовательно отцентровываем если нужно не попадает там подтягиваем она потом встанет и уже потом ровно ну и затягиваем потихонечку последовательно не сразу напомню для того чтобы в центрах здесь на конус и сам болт с конусом и оно тогда собственно и все после того как затянули приступаем к замене сальника поменяем сальник закладываем смазку и тогда вставляем барабан на место вот так хорошо с барабаном все теперь переходим к замене сальника для этого необходимо старый вытащить просто подручными средствами выковыриваем и новые вставляем вставляем резинкой пружинкой вовнутрь здесь такая губа губой снаружи резинкой вовнутрь прочищаем туда ничего не попало тут видно что еще было все в порядке ничего не попадало на сальник смазка на подшипник смазка свежая можно аккуратно устанавливать сальник на место вручную и затем подстукаем молотком ну и так я еще немного застукал уплотнилась и стало ровно теперь нужно заполнить сколько нужно ложить смазки ровно столько чтобы заполнилось пространство между губками там есть три выступающих кромки сальники и вот получается три кромки три кромки и между ними две полости вот эти две полости нужно заполнить это совсем немного смазки заполнить смазкой все больше не надо туда запихать ничего этого не нужно делать потом перед тем как ставим еще просто смажем вал для того чтобы он был в этой смазке собственно все заполнили смазкой и теперь теперь можно вставить как я и сказал нужно место где сядет сарник вот именно вот это место сюда наденется сарник его нужно смазать этой же смазкой этой специальной смазкой все больше ничего не нужно смазкой смазкой и теперь как-то чтобы вот эта часть не помешала нам вставить теперь туда вставляем все он туда хорошо вставился хорошо крутится ну на этом все теперь в обратной последовательности что нужно сделать нужно хорошо вычистить вот этот промежуток куда вставляется вторая крышка там есть резинка что я обычно еще делаю я беру силиконовую смазку и прохожусь по резинке я ее почистил и теперь силиконовой смазкой не не силиконовым герметиком масло силиконовая смазка масло силиконовая смазка масло просто капаю на ушную палочку или там на тряпочку и прохожусь она сама по себе используется для восстановления резиновых покрытий например в автомобиле резиновые или на окнах пластиковых резиновое уплотнение всегда используют силиконовую смазку она не разъедает резину восстанавливает поверхность и предотвращает растрескивание поэтому я вот прохожусь и затем закрываем поверхность резинки прошелся силиконовой смазкой и теперь уже соединяем корпус соединяем корпус с этим проблем не будет соединяюсь и что теперь можно сделать все болты вставить и прокрутиться для того чтобы это было сделать быстрее я беру такое устройство гибкий вал вставляю в дрель и дрелью шуруповертом прокручиваю так будет намного быстрее в принципе без разницы чтобы переход с квадратом не смотря какая у вас ситуация и так намного быстрее много болтов прокрутиться прокручиваем и вставляем назад собираем в обратной последовательности уже не буду показывать я думаю что все вставляем вешаем на пружины вешаем на амортизаторы поднимаем и закрепляем в обратной последовательности каким инструментом еще легко пользоваться есть вот такая штука она может работать под углом очень удобно одним концом в дрель вторым ну и можно работать даже если она конечно не выдерживает больших нагрузок то есть для наживления она как раз а потом затянуть уже более мощным крючем ну и вот результат я закрутил бак и теперь при прокручивании барабана нигде ничего не затирает проблема устранена устранена правильно теперь устанавливаем бак туда в середину и цепляем на пружину и так я повесил здесь на амортизаторы и на пружины теперь бак уже висит сейчас поставлю утяжелители сюда и сверху ну и буду потихонечку дальше собирать и так при сборке помните вешается эта дверка на крючки но сначала вам нужно прикрутить замок причем обратите внимание что он не просто вставляется а так заводится здесь впереди есть такой паз сначала передок заводится а потом вставляется и закручивается затем нужно берем оттягиваем вот эту край резинки и заводим сюда за этот тут есть паз который край нужно опуск заводить тянем за край туда его заводим по всей длине нужно сделать и потом нужно поставить стопорное колецо вот такое длинное его сюда вставим можно сюда поставить можно кружинку вниз можно вот вот растягиваем кружинку и она заводится туда все здесь поставлено теперь закручиваем винты собственно готовы и ставим на место переменную закручиваем с давай Продолжение следует...